добрый день дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 19 марта 2021 года и у нас в ленобласти нормальная погода не холодно не сыра дождя снега нет и мы с ромкой решили выйти погулять вот сюда в огороженную часть территории где обычно мы прячем свои посадки от наших собачек и где ромки некуда будет убежать его подружки моника и мишелька сейчас повязаны мы ждем крольчак не знаю появятся они у нас получится или нет но ромке очень скучно он сидит один в клеточке к девчонкам ему нельзя и я решила что может быть вот таким образом можно с ним поразвлекать ромку повыгуливать роман ведет себя отлично то есть он как бы не знает чего делать куда идти зачем идти и просто все обнюхивает снега он еще не видел вот так вот на улице он не жил у нас клетки стоят на веранде там собственно говоря снега нет поэтому он пока просто все обнюхивает и пробует прошлогоднюю травку у нас были потепление немножко вот здесь снег стаял и чуть-чуть прошлогодней травы здесь ничего такого особо запрещенного у нас не растет обычно мы все это перекапываем и сажаем здесь просто наши посадки вот какие-то там укропчик редисочку там картофель был но мы все это выкапываем по осени собираем урожай все это перекапываем то есть ну вот какая-то часть здесь у нас ножевельник растет и обычная трава такая вот которую мы скашиваем и даже мы в этом году сушили для наших песчанок поэтому я не думаю что он может что-то тут такое ядовитое для себя найти если даже попробует скушать ну и просто мне интересно посмотреть на поведение кролика который в принципе не видел еще вот так вот свободы улице что он будет делать сегодня как раз такой погода такая снежок не наст то есть он не такой не мокрый снег не такой ну вот приятная такая погодка классно на улице ветра нет снега нет дождя нет пусть подвигается понюхает какая-то еды новые впечатления для себя получит ну что тоже жалко конечно на него смотреть он живет один от девчонок отдельно девчонки принимают мальчишек только в момент когда у них течка когда течки нет мальчишки как правило сразу пристают девчонкам на вязку девчонок это злит и они очень агрессивно относится к мальчишкам то есть они прямо кусают до крови даже вот моника кусала ромку и лапками задними царапают и зубами кусают то есть но у бедному ромки скажем так насчет вот жить в одной клетке 2 мальчиком я не знаю я просто даже не интересовалась таким вами моментом но если у нас например будут крольчатки у мишельки или моники мы попробуем мальчика сыночка скажем поселить в маленьком возрасте к нашему ромки надо почитать вообще делается так не делается смогут ли два кролика чтобы он было повеселее жить вместе скажем так не знаю если это будут однополые скажем так крольчата девчонки у нас долго жили вместе моника и мишелька но пришел возраст полового созревания и у них пошли такие значит ну такое поведение как у мальчика и у девочки и постоянно моника наседала на мишельку то есть она и просто не давала спокойно не кушать не пить не сидеть она постоянно прыгала как самец на нее на спину измазала ее всю вообще она стала у нас не белая вся такая рыжая от грязных лапок моники ну и как-то в общем мы поняли что это как-то ну не нравится нашей мишельки это все и доставляет дискомфорт не спокойно поспать отдохнуть не покушать и мы их разделили они теперь живут в одной клетке но через железную перегородку то есть они могут нюхать друг друга общаться каким-то образом но достать друг друг до друга вот так вот лапками скажем не могут а роман он живет вообще в отдельной клеточке и он на некотором расстоянии но в этом же помещении то есть куда же ты делаешь то ой куда ушел то есть мы его как бы он девчонок не видит но он их чувствует и слышит запах конечно там идет вот добраться он до них не может очень хочет как только я начинаем добавлять еды сена он тут же начинает пытаться выбраться из своей клеточки у меня даже есть видео когда он убегал из своей клетки пытался добраться до девчонок и даже есть видео как он забирался в клетку к девчонкам за что тут же было сбит девчонками то есть девчонки они такие они как-то вот к мальчишкам относятся вот когда конечно они к нам приехали были малышами им было там по два месяца до тогда они у нас в комнате у меня есть видео плейлистах и вместе бегали вместе кушали вместе сидели но как только они стали взрослеть и пришел возраст вот полового созревания все понимаете ну и я боялась что ромка будет убегать он как видите наоборот ко мне бежит за моими ногами вот так что будет лето будет хорошая погода у нас есть загородки железные такие собачьи загончики мжевельник еще один вкусный наверное вот я думаю что мы сможем вот таким образом выгуливать когда собачки наши находятся дома крольчишек наших для того чтобы мне было очень скучно для того чтобы они могли подвигаться чтоб не толстели и вообще могли полюбоваться жизнью красотой природы мы этих кроличков завели себе не для мяса несмотря на то что они у нас не маленького размера это порода калифорнийский мясной кролик но мы в принципе хотим их содержим на племя то есть для получения малышей крольчаточек ой какой красивый у нас мальчик большой уже такой вырос ромке 4 месяца будет 5 конце месяца марта их взвешивала весь то не у меня почему-то не очень много но с виду он в огромный но на самом деле они с мишелькой примерно одинакового размера мишелька даже смотрится тоже очень крупный весит побольше ну в общем не знаю мы не собираемся из них тут готовить шашлык поэтому мне не очень важно сколько он весит но лишь бы конечно не было жирным это вредно для здоровья его развеселякался потому что полнота она никому пользы не приносит долголетие не прибавляет а кролички живут долго вот пусть они гуляют у нас будет лето будет травка огород мы ничем не обрабатываем из в плане химикатов потому что у нас много собачек и они гуляют всегда тоже в свободном полете что называется и нам страшно где-либо что-либо от каких-то вредителей или что-то обрабатывать потому что наши же собачки могут это все наестся травку они тоже едят замечательно и могут отравиться поэтому в принципе у нас тут такого ничего особо запрещенного не росло и не растет кроме обычной травы и мы еще добавляем сами 7 но это просто для того чтобы забить сорняки клевер клевер красиво цветет клевер вот такой обычный там и с красными такими шапочками цветочками и с белыми ромашка тебе нравится да классно скажи лапки помыть по снегу побегать ну вот мне понравилось как роман гуляет ведется совершенно спокойно он вообще парень очень классный и мишелька девчонка мне очень нравится а моника она такого же примерно возраста несколько дней младше чем мишелька но более такая с характером девушка скажем не такая ручная более такая если что-то чего-то она и кусить ну не кусить она не лапками дерутся там в общем такая бандитка скажем прямо вот ромка и мишелька очень хорошие по характеру спокойные вот я могу смело назвать таким скажем декоративным круг кроликом крупного размера потому что они на самом деле очень такие спокойные ручные всегда лезут к рукам всегда нюхать чего вкусняшки какие им принесли то есть меня вообще в целом они очень устраивают как домашние питомцы вот такая у нас вышла с ромкой прогулка на этом дорогие друзья мы с вами на сегодня еще не прощаемся я еще хотела рассказать чего новенького произошло за последние сутки с нашими птенчиками цыплятками пока мы принимали роды у наших собачек там кое-что у нас произошло хочу показать и рассказать поэтому если вам интересно оставайтесь с нами до новых видео и до новых встреч на канале питомника мари мистик здоровья вам и вашим питомцам и поскорее хочется конечно же весны зеленой травки для прогулок нашим питомцам и хорошего настроения всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok